Шалом друзья, студия ОАЗИС, ОАЗИС Медиа ТВ, община Шавей Цён, возвращенная на Сион, и я сейчас буду давать вам второй комментарий. Первый был о книге Ноах, недельное чтение истории, а сейчас я даю второй уже по Новому Завету. И на нашем сайте вы можете видеть таблицу чтений на год на 52 недели. Парашат Шавуа Ноах, недельному чтению Ной, будет соответствовать Матфей с пятой по десятую главу. И таким образом мы попытаемся, пусть Бог поможет нам, за 52 недели пройти также весь Новый Завет, который является также еврейской книгой, кто не обижаетесь, пожалуйста. И без пониманий еврейских вариаций иногда очень сложно понять эту книгу. Надеюсь, некоторые вещи мы увидим вместе и увидим их немного по-другому. С пятой по десятую главу. Вы знаете, когда я начал писать, я не мог остановиться, но это не подходит для телевидения. Поэтому я попытаюсь вам преподать три коротких урока с пятой по десятую главу. И эти уроки, они будут брать только какие-то те места писаний, которые показались мне, ну вот я их хотел бы больше сказать. Итак, давайте вместе прочитаем первый текст, урок первый, из недельного чтения по Новому Завету, второго недельного чтения в этом году, по Новому Завету, с пятой по десятую главу. Но я читаю из пятой главы следующие стихи. Я читаю с семнадцатого стиха. Еще говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Первый урок, который я хочу сделать, вот по этим стихам, и назову его, для каких целей пришел Ешуа. Для каких целей он пришел? На самом деле это целый длинный лист. Много-много важных пунктов совершить наше спасение, очистить нас от греха, много-много чего. Но вот здесь есть одно, он сам говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить закон. Слово исполнить нам важно понять, и оно может быть понимаемо по-разному. То, к чему я вас призываю, поймите, пожалуйста, Священное Писание настолько объемная книга, что было бы даже, ну не побоюсь этого слова, таким грешком, не грехом грехом, но грешком толковать его однозначно. И нам нужно включать наши мозги и открыто быть перед Господом, чтобы Он давал нам сегодня, иногда по-свежему, впечатляться от Слова Божьего. Итак, слово исполнить можно понять по-разному. Например, исполнить, в смысле, что Ешуа пришел и исполнил все заповеди. Вы знаете, я в этом абсолютно уверен. Я уверен, что когда Ешуа пришел, и действовали определенные на то время актуальные интерпретации, или халахот, или толкования, или уставы, или понимание торы, закона, Ешуа исполнил их все. Но вы знаете что? И это может быть для некоторых из вас новостью. Ни один Ешуа их исполнял. И исполняет в определенной мере до сегодняшнего дня не только он. Как мы можем это знать? Если вы откроете, допустим, книгу Луки, то вы там прочитаете вот такой вот текст. Текст про двух людей, которых все знают как родители Иоанна, Иоанна Погружающего, или Иоанна Крестителя, как про него написано. Первая глава, пятый и шестой стих. В одни и рода царя Иудейского был священник Изавиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Илишева, или Лизавета по-русски. Оба они были, слушайте внимательно, праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочны. Я уверен, что такие люди были. Их не было много, но они были. Еще, разумеется, был посреди них. И поэтому, если мы говорим, что он пришел, чтобы только исполнить все определяющие заповеди закона, по-моему, немножко маловато для Хамашиаха, для Сына Божьего, который пришел совершить спасение всего земного рода. Тогда как мы можем понимать слово «исполнить» более широко? Ну, предложим. Во-первых, каждый из вас может по-своему понимать. Ну, вот я дам вам три. Вот одно вот я сказал, что он пришел и сам исполнил все. Второе. Он сделал Тору доступной для всех нас. То есть, сделал с ней что-то, исполнил ее или использовал ее таким образом, чтобы мы не такие классные, как Елизавета и Захария или другие праведники, которых есть и достаточно много. Знаете, есть люди очень дисциплинированные, очень педантичные, которые могут не только поступать, как им говорят, но которые даже могут за своими мыслями следить. Большинство людей не такие. И таким нужна помощь. И Иеремия 31, 31 говорит, вот наступают дни, когда я с домом Израиля и с домом Иуды заключу Новый Завет, возьму Тору, там написано закон или заповедь или писание, и вложу их в сердце. То есть, Ешуа совершил что-то космическое, но оно стало нашим микрокосмосом, вошло в наше сердце и записалось там внутри. И Он через то, что записал это в наше сердце, священное писание, требования и определенное расположение, и также изменил атмосферу вокруг. И Святой Дух сегодня может достучаться до каждого из нас. А если мы верующие и призываем Его, то Святой Дух, который напоминает нам все то, о чем учил нас или их учеников Ешуа, это как раз то, что Он делает нас способными также исполнить Тору, исполнить требования, которые царь царей дал людям. Прежде всего Израилю, но в принципе сегодня это актуальность для всех. В Писании говорят четко, чего требует от нас Бог, и Он говорит, «Итак, будьте святы, как я свят». Без того, чтобы Он нам помог быть святым, как Он свят, мы не можем. И вот Ешуа делает это доступным. Но я хочу дать еще одно дополнительное толкование, или, как я понимаю это слово, исполнить закон. Это нечто космическое. Он пришел и как бы стал последним звеном в божественном откровении, которое было предложено людям. В послании Ефесянам, очень люблю послание Ефесянам, поэтому периодически, когда проповедую, ссылаюсь на него, в послании Ефесянам в первой главе, Рав Шауль, гений, сразу отмечу, мало таких, как Павел, было, сегодня есть ли, вообще не знаю, но Павел пишет такую вещь, что Бог открывает нам тайну, 9-10 стих, которую Он, эту тайну, сокрыл в Своем Сыне, в Ешуа, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединит под главою Машехам. Здесь очень интересная мысль. Ешуа приходит, чтобы исполнить закон, или исполнить, или заключить какую-то цепь последовательных событий, или божественных откровений, и через это Он становится Господином всего практически мироздания. Он, Сын Божий, становится надземным и небесным. Мы понимаем из священных писаний, что в один день все поклонится пред Ним. Сегодня, когда говорится про все поклонится, подразумеваются, наверное, больше всего люди, которые больше всего отвергают того, кто самый лучший из нас. Духовные же все структуры, по всей видимости, уже после воскресения Машеха из мертвых подчинились Ему, потому что Писание говорит, что Он поставлен над всем. Что интересно, этот стих, это четкое исполнение восьмого псалма. Во восьмом псалме есть интересная фраза. Я открою, чтобы вы прочитали ее вместе со мной, или я прочитал ее вместе с вами. Но здесь написано, четвертый стих, «Когда взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, сын человечек, что ты посещаешь его». И шестой стих очень интересно. «Немного умолил его ты пред ангелами, славою и честью увенчал». В иврите там нету ангелами. Написано, «немного умолил его перед Богом». «Лифне илогим» там написано. То есть перед собой, по сути, человек был сотворен, чтобы быть верхом творения, но последовали различные деградации. В моих лекциях «Тикун, Олам, исправление мира» я эту тему очень здорово разбираю, здорово, сам себя хвалю. Если сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я шучу, конечно. Но я пытаюсь разобрать эту тему там. И пускай Бог даст вам больше понять это. Но человек был сотворен венцом творения. «Немного умолил его только пред собою». А потом мы опустились до самого низа. То вот здесь я говорю, что Ешуа, по сути, вошел в ту позицию, к которой человечество должно прийти, когда все будет восстановлено. То, что мы потеряли Бог в Ешуа. Ешуа уже дал, а нам Ешуа со временем даст Бог. И мы туда тоже каким-то образом. Так вот, смысл, что Он пришел, не нарушить, а исполнить, это связать все воедино, подняться наверх. Следующий стих, который я хочу вот из этих вот стихов читать. Истинно, истинно говорю, доколе не придет земля и небо, небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, из Тары, пока все не исполнится. Я хочу сказать, что данный текст истолковывать кроме как Тора, есть незыблемая концепция, и все в мире связано духовными, моральными и физическими законами Торы или речениями Господа. Все, что написано в Пятикнижии Моисеевом, я думаю, что это light-версия, облегченная версия, данная людям нам, насколько мы нашими мозгами можем понять из того, что Бог сделал но сама Тора, про которую здесь говорится, ни одна йота не пройдет, это что-то исходящее из Бога, какой-то божественный, не знаю, как назвать, материал или эфир, как слово его, которое весь этот мир созидало и содержит. И очень важно понять, что Писание постоянно говорит словом Господа или его речением, Торой, весь мир устроен, а в других местах про самого Сына Божьего сказано, что все есть воплощенное Слово. Помните, как Иоанн это здорово выводит в своем Евангелии в первых стихах, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, а потом написано, стало обитать посреди нас полная благодати и истины. Выводы делайте сами. 19 стих 5 главы Матфея. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Это текст предупреждающий. Я уверен, Ешуа провидел, что некоторые из его учеников будут на каком-то этапе говорить, Тора, Закон, это вообще все устаревшее. И он, он, сам Господь говорит, поберегитесь, ребята. Он говорит, послушайте, поберегитесь умолять то, что я поднимаю на такой высокий статус. И он говорит, малейшими наречетесь, маленькими, ничтожными в Царстве Небесном, если будете умолять Тору. Вы знаете, в первом веке, когда благая весть стала распространяться среди язычников, и ученики Господь еврейские апостолы в Деянии 15 главе были отягощены тем, что слышали, что для многих язычников это проблематика, Тору они дали верующим из язычников некоторое лайт облегчение. Не делайте только этого, этого и этого. Но ни в коем случае это облегчение не дает права говорить, закон сегодня не актуальный, давайте все поменяем. Именно поэтому сегодня мы мизерное движение мессианских верующих, евреев, которые приняли Ешуа Машехом, Спасителем, пытаемся нашим братьям из язычников, христианам, сказать, друзья, остановитесь от хуленей на шабаты, на праздники. Это неправильно. не понимаете, не понимаете, только не ругайте, не унижайте, потому что Ешуа очень четко на эту тему сказал. Кстати, есть интересный текст в Новом Завете. Некоторые из язычников, когда уверовали, они держались тоже еврейских предписаний. и это не находило по всей видимости поддержки в той среде. Я говорю сейчас о Колоссянах. И Рав Шауль, апостол Павел, пишет им следующие слова. Он говорит, это вторая глава послания Колоссянам, 16 стих, там написано так. Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Вот это предложение, пищу и питье, это явное указание на кашрут. Какой-нибудь праздник, и дальше он поясняет, новомесячье или субботу. Новомесячье и субботы, и праздники Муадим, которые записаны в Леви 23 главе, это был чисто еврейский Богом предписанный уклад, и Колоссяне его адаптировали, но под всей видимости начали подвергаться насмешкам, принижения еще там, в первом веке, или в те времена, и Павел им говорит, пусть никто вас не искушает этим, как приняли, так и держитесь. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кстати, хочу сказать некоторым людям, которые говорят, отличается Царство Небесное от Царства Божьего. Вот здесь в Матфее все время Царство Небесное, Царство Небесное, Царство Небесное, а в других евангелистах Царство Божье это тоже самое Царство. Просто Матфей, как, по всей видимости, более ортодоксальный по своим подходам, чем остальные иудии, евреи, чем остальные авторы писания, и он писавший конкретно евреем, он избегал слова лишний раз упоминать Господь Бог, и поэтому пишет Небесное. Но давайте двинемся дальше. 20 стих. Говорю вам, сейчас послушайте внимательно, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Смысл этих слов. Если мы не станем более праведными, чем фарисеи, фарисеи на то время были достаточно праведными людьми, людьми, то есть там среди них были понятно лицемеры, Иешуа их критикуют в некоторых местах очень четко, но, безусловно, в фарисейской среде, многоликой среде того времени, были не только лицемеры, были искренние люди, которые пытались скурпулезно исполнять предписание закона. По всей видимости, хоть Захария и Елизавета, они были священников, то есть там больше на Саддукейской, но по всей видимости, они тоже, наверное, принадлежали в стиле жизни фарисеям, поэтому могли соблюдать все неукоснительно. Еще говорить, если ваша праведность не превзойдет их, фарисеи. фарисеи того времени второго века, это, наверное, раби Акива и люди, которые шли за ним, соблюдали толкование, которое раби Акива им предлагал. Современные фарисеи, по всей видимости, это ученики Любавического Рэби из Нью-Йорка, который сколько-то лет назад умер. Есть разные среди них, разумеется, как разные среди нас, но есть среди них многие, которые живут по канонам и очень привязаны к этим канонам, стараясь быть праведными, или последователи Веленского Гаона, или различных других хасидических, фарисейских сегодняшних течений, стараются вести праведный образ жизни, глаза не поднимать на того или на то или на то, не прикасаться. Можем ли мы соответствовать их праведности, ведь они тоже понимают Священное Писание, где Господь говорит и так, будьте святы, как и я свят. Вы знаете, каждый или каждая группа фарисеев, она идет за своим лидером, надеясь исполнить праведность в соответствии с тем, как их учитель их учит и как он исполняет. И даже сегодня существует выражение, которое говорит не просто ученики такого-то Рэбе, а говорят Хасидей. Скажем, Хасидей это оправданные праведностью своего учителя Хасида. Последователи Любавического Рэбе называют Хасидей Любавич, то есть они оправданы праведным стилем жизни Любавического Рэбе. То есть они даже говорят, мы стараемся, мы очень сильно стараемся соответствовать всем его предписаниям, но мы надеемся, что его личная праведность пред Господом покрывает меня и я праведен. То есть это их концепт. То же самое у Веленских или там у последователей Вадии Юсефа или еще других. То есть он был настолько праведным, что я его ученик, и поэтому Господь как ему зачел его праведность, так и мне зачтет. Послушайте, насколько это новозаветная мысль. Ешуа наш раби. Мы его ученики Хасиде и Ешуа оправдываемся. Хасид это значит его милость. Мы оправданы его праведностью. А его праведность несравненно больше, чем праведность любых людей, живших до него и после него на земле. почему, как мы знаем этот момент. Этот момент мы знаем из того, что смерть не могла удержать его. Написано в деяниях 17, 30, 31. В назначенный день написано Бог будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Ешуа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых, то есть Ешуа является не просто праведником, а супер праведником, которого не только почтили люди и Господь Бог, но смерть не смогла удержать его. Мы, если понимаем этот стих, как наша праведность должна превзойти книжников и фарисеев праведность, должны уповать на то, что мы его ученики и мы покрываемся праведностью того, кого смерть не смогла победить. Я думаю, это сильнейшая мысль. Будем укрепляться ей. В послании к евреям автор говорит такие слова, это 4 глава 14 стих, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иешуа, сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, не будем соскакивать, мы должны держаться вот этих еврейских штук, которые помогают нам понять Писание, мы должны держаться этого еврейского раби, Иешуа, исповедания нашего, не заигрывая с различными другими вещами, потому что сильнее этого под небесами вообще ничего нету. Это урок первый по Матфею с 5 по 10 главу. Редактор субтитров Корректор А.Егорова